Для сильных спортсменов это дополнительное испытание, потому что получается, что у тебя, если так в финале ты прыгаешь каждые 12 минут, да, а здесь ты будешь прыгать каждые полчаса, каждые там 25-27 минут. То есть здесь другой темп, другая подготовка, другой настрой должен быть. Это больше напоминает 27 человек, это предварительные соревнования, да, классические предварительные соревнования на больших турнирах. Ну, кстати, такой опыт тоже нужен. Одно дело, когда ты в финале, эмоции зашкаливают, 6 лучших, там, или 8, или 12. Другое дело, это квалификация, предварительная часть, где тебе надо сидеть и где-то ждать полчаса, потом как выходишь на трамплин, ты просто весь там засохший, да, хвостик. Все надо уметь разминаться на суше, в себя подготовить к прыжку, и все это могут. И в итоге многие лидеры, бывает, не впадают в финал просто из-за того, что в квалификациях поступает по 30-40 человек. Ну вот, все, прозвучал свисток, и мы с вами начинаем, дорогие друзья. Итак, 27 спортсменов. Давайте чуть-чуть о порядке, об участниках. Владислав Качанов будет открывать у нас. Молодой парень, ему 14 лет, дальше Егор Журавлев. Потом у нас много здесь представителей Кубы. Ну, наверное, так, из первой группы отметим, будет Геннадий Вагенбрыгать, Александр Белевцев, 4-5 номер. Потом дальше переходим во вторую десятку. Здесь у нас с вами во втором десятке, ну, здесь будут представители Кубы, Белоруссии, Венесуэлы, Эквадора. Илья Молчанов в 18-м, после него аргентинец Мануэль Иглесиас. Никит Шлейхер в 21-м у нас прыгает, Евгений Кузнецов в 22-м, тут вот сразу так они идут друг за другом. Потом Куба, Куба, Эквадор, Серб. Григорий Иванов в самом финале у нас с вами будет, то есть планете, скажу, свою попытку. Вот такой вот порядок. Кстати, Владислав Качанов, который первым выполнил свой прыжок, это брат Вячеслава Качанова, его, знаете, страна у них нету, младший брат он. И я смотрю, он в 2008-м году с такой достаточно сложной программой и первую попытку неплохо выполнил перспективный парень. Егор Журавлёв и сейчас на старте Кубинец Карлос Эскалона Кастаньеда. Итак, у нас Кубинка уже у женщин на вышке преподнесла сама себе, всей своей сборной и вообще всем нам большой сюрприз заняла второе место вслед за Юлией Тимошининой. И вот начало этого кубинского спортсмена. Неплохо. Ты знаешь, два с половиной оборота назад согнувшись, тоже как-то уверенно достаточно подошёл, спокойно сделал. Это хорошо вылетело. Да, на хорошую высоту поднялся. Семь баллов. Заслужил. 61,5. А тренер, кстати, не тот же, что и девушку тренировал, которая вторая на вышке была, по-моему, тот же тренер. Ну, я думаю, там, конечно, бригада тренеров не очень большая приехала. Спортсменов много, тренеров несколько. Там, в принципе, тренеров не очень много в самом деле. Но, с другой стороны, куб-то вообще всегда отличалось тем, что они в разных видах спорта проявляли себя. Так. Геннадий Вагин, Воронеж. Геннадий Вагин, да, третье место первого этапа игр дружбы. Ну, в разных бокс, там достаточно популярен бейсбол, волейбол, волейбол, бейсбол. Бейсбол, причем как женский, так и мужской, очень сильно сильные сборные были. Могу тебе рассказать небольшой секрет, откуда я знаю про бейсбол. У нас в Москве работает тренер из Кубы, работал со сборной куба прыжков в воду Хосе Луис Матус. Я даже, по-моему, прыгал с ним вместе. Здесь у него семья, сейчас в России, он не так давно приехал в Россию и, собственно, занимается тут своим любимым делом. Тренирует. Тренирует детей, воспитывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Александр Белевцев. Мы так сразу помечали, что один из тех, кто может претендовать, если не дали. Но он бывает так ошибается, грубо. Да. Может, классный прыжок сделать, там, 9-10, да? И провалить вообще просто непонятно как. Ну, давайте фиксируем 43,5. Александр Молчан. Это белорусский спортсмен. Начинает с винтового класса. Коэффициент 3,0. Неплохая хореография у Александра Молчанова. Он всё очень чётко показал. Есть, так, определённая натянутость. Но в итоге вот 7,0 он получает. И у нас сразу за ним ванкард. Линии, линии на входе в воду совсем нет у Александра. Если он, если даже вертикально входит, у него ноги всё равно где-то не вертикально в конце погружаются. Они куда-то и назад у него летают, либо недоход. Начинает со сложного достаточно прыжка. Иван Карпов. Коэффициент 3,4. То есть передней и задней стойки вперёд. 3,5 группировки. 64,6. А Иван Карпов немножко другого склада спортсмен. У него есть самая сильная хореография, но достаточно стабильная. И со сложной программой. А это Александр Чайпахин из Санкт-Петербурга. Обратил для внимания зрителей на этого спортсмена. Это тоже будущее. Уже очень сильно... Ох ты! И физику поднабрал он, вырос. Но уже это как креп. Дмитрий Дебросков и Антуан Мельников. Тренеры из Санкт-Петербурга и Москвы. Но и программа по сложности у Чайпахина вполне конкурентоспособная. Да, там смотрите, у него будет... Сейчас вот мы видим 66,65 он получает. Я так понимаю, что за ним будем следить, да, по ходу сегодняшнего соревнования. Дальше там у Чайпахина коэффициент 3,6, коэффициент 3,8 будет. А это Роман Кобзев. Тот же прыжок, 3,5 оборотов вперед. Очень серьезная травма была у этого. Неоднократно он победителем. Первенство России. Тоже очень перспективный мальчишка из Москвы. Но серьезные проблемы со спиной. И на год, даже больше полтора он пропал. Мы сделали операцию на позвоночник. Реабилитировался. Это один из первых стартов. И это в 16 лет. Ну, кажется, это раньше было в 14 лет. Это все было, да. Бывает такое. Непонятно, почему произошло, но врачи рекомендовали сделать. И это лишь прервали карьеру. Но он ее не закончил. И сейчас восстановился. Дай бог. Роме огромного здоровья и прогресса. Егор Зыбин. Как легко прыгает этот парень. Давно я уже подмечаю. Строение тела. Это напоминает Джек-Ло. Очень легкие вращения. Короткие ноги. Ноги. Ему у нас с 2004 года. Но стабильности входов в воду не хватает совсем. Хотя данные потрясающие. И Джек-Ло тоже. Ну, ладно. По зубоскальству. Ну, чуть-чуть. Физические данные очень-очень серьезные. Один из самых опытных. Егор Лапин. 25 лет. Парень там спреет в бассейне. Я уже не очень знаю. В шлеме. Потому что там очень жарко. То ли они собрались уходить, то ли они уже только что пришли. Егор Лапин шестерки зарабатывает. Потому что не успел он выкатить все свои три с половиной сальто. Так, давайте за всеми кубинцами еще не следить. Классно ребята прыгают. Лайдель Домингос Сервантес. 2002 год рождения. Ну, неплохо. Два с половиной. Наворота вперед. Посмотрим на его программу. Достаточно сильно. И 3.8 будет коэффициент. И 3.4, 3.5 в следующем попытке. Да. Только первый прыжок. Почему-то 3.0. Вот Сервантес дает. В жару. Ну, посмотрим, как он сегодня по дому кихотствует. 7.77 умножается на коэффициент. Коэффициент 3.0 очень легко посчитать. 63 балла в сумме. А я так понимаю, что вот как раз нам сейчас показали. Это главный тренер кубинской сборной. И он больше всех, так сказать, он никогда не подходил к спортсменам на разборы. Но все время на тренерской зоне контролировал все прыжки у женщин. И потом прыгал отчасти, когда кубинка... Может, это акробат или хореограф? Прямо по нему видно, что хореограф. Может быть, акробат, кстати. Тяжелоатлет – акробат. Акробат тяжелоатлет. Ну, а слушай, держать страховочную лонжу, когда она не крутится, не самые тонкие спортсменки. И спортсмены? И спортсмены, да. Там накачают руки очень быстро. Так, Владислав Сонин. Девятый результат сейчас показывает. Смотрим за представителем Венесуэлы. Хэсус Эдуардо Гонсалес Раэс. Хорошо, что они приехали, а? Такое разнообразие – это сразу другой уровень соперничества. Ну, во-первых, потому что, знаете, как есть элемент неизвестности. Ну, потому что вот сейчас российские спортсмены выходят и думают, а вот кто они? Кто эти ребята? Как они прыгают? Что они умеют? И когда вдруг эти ребята начинают показывать неплохой уровень, вот тут начинает появляться адреналин. Ну, потому что, ну, представляете, Белевцев, Ваги, ну, вот Назина нету, да, сегодня в этих соревнованиях. Кузнецов, Шлейхер, они все друг другу знакомы не один год, правильно? Они знают, кто на что способен. Они видели друг друга и в тренировках в том числе. А вот тут начинает появляться адреналин большого старта. Это спортсмены Эквадора, Джаир Рейс. Но Эквадору пока далековато. Далековато, да. Несмотря на то, что в футболе они очень неплохо себя показали. Это, конечно, Катин Мира, особенно первая игра. Он, кстати, болел за эту сборную. Я его уже жду, когда по 19 номерам выйдет аргентинец Эммануэль Глеб сейчас. Я представляю спич Глеба Гальперина, когда он вид аргентинца. Так, Артем Макаров. Люблю болеть и поддерживать андердогов на таких крупных соревнованиях. Переведи. Ну, это значит, что за сборную, если с футболом мы касаемся, болеть за сборную, которые не фавориты. Не фавориты, да, я понял. То есть мне очень понравились американцы. А марокканцы тебе сначала нравились, а потом ты понял, что они идут... Ну, они не так ярко как-то играли. Хорошая оборона, да, спору нету. Но даже сейчас, да, не ярко. То есть они точно знают, как там ухолоть. А вот Америка, Канада в первом матче против Бельгинга, когда бельгийцы не могли выйти. Там все же штраф мой, меня просто поразило. Эквадор сильно смотрелся. Так, давай к Молчанову. Илье. Молодец, Илья Молчанов, два с половиной оборота назад согнувшись. Вы видели мы вот эту первую попытку Ильи на чемпионате России. Немного где еще в этом году не очень удачную. Помнишь, наверное, Андрей, да, как он выиграл обметровую трамплину, а на трешке там как-то сразу не шло. Да, не очень. Но в том числе Илья Молчанов, у нас с вами победитель Европейских игр в Баку в 15-м году. В общем, и победитель чемпионата Европы в Миксте. На самом деле, конечно, на крупных турнирах у него больше таких хороших результатов в Миксте, в команде. И в синхроне. Так. За Молчановым у нас... Вот оно, мы его пропустили, Глеб. Или Аргентина и Месси тебя не очень вдохновляют? Ну, явно, что это не Месси. Это Мануэль Гвесиас. Да, 3,5-4, но и 3,5, мне кажется, Месси даже лучше бы прыгнули. Она что-то прячет. Там какие-то подсказки? Я про тренера аргентинского спортсмена. Николай Чебыкин. Санкт-Петербург. Но это не Невская волна, это школа Ижора. И вот такая программа, ну, как бы коэффициент 3,0 преобладает в ней, то есть это вообще программа будет средненького уровня, потому что мы будем с вами наблюдать и программы еще легче. Вот, например, у того же Эквадорца, у него там будут прыжки 2,8, 2,7. Школа Ижора – это Колпино. Это знаменитое место. Есть Санкт-Петербурга. Так, внимание. Про знаменитое место такое шутилка? Не, почему. Болкино. Оттуда вообще много, и футболистов много оттуда. Никит Шлейхер. На своем уровне. Хорошем уровне. Немножко подпрыгнул и прямо на одних пальцах остался на трамплине. Но удерживается хорошо на снаряде. Да, высоко. Класс спортсмена, конечно, здесь виден сразу. 7,0, 7,5. 73,1, 10. Он выходит в лидеры. А ты не заметил, кто ему наценки подсказал? Кто? Не Павел Муякин? Нет, я тебе даже показал. Посмотри. Евгений Кузнецов. Женя, 3,5 оборота вперед согнувшись. Кстати, Никита Шлейхер – спортсмен года по версии болельщиков. Да ладно? Да. Недавно был торжественный вечер в Российской Федерации прыжкового воду, где такие номинации были. Никита Шлейхер, было голосование. Ну, как можно было Сожнецову не дать с человека года по версии болельщиков? В социальных сетях, по версии журналистов. Руслан Термовой. Это понятно. Это такой уже экспертный взгляд. Ну, там, собственно, кто больше проголосовал. Я понимаю. Франк Розалис Триана. Франк Абель Розалис Триана. Ну, как музыка звучат их имена и фамилии. И вот посмотрим, как очередной кубинец делает свою попытку чуть-чуть. У него ноги пошли, он постарался их удержать. 7-0. Ну, кстати, молодой парень 2006 года. Мне кажется, если бы наши тренеры вот так своих учеников после каждой попытки целовали, они бы прыгали бы лучше. Что? Хосе Айфредо Кентано Лео. Выше прыгали бы. Ох ты! Вот это да! Вот нам показывают того самого тренера, которого мы зачислили в акробаты. Вы посмотрите, какой вход в воду. Здесь немножко с техникой проблемы. С техникой проблемы. Ну, ты посмотри, как он выкрутил это все, а? Как он четко... Нет, я думаю, что это тренер. Не главный тренер. Наверное, это все-таки... Ну, либо тренер, либо акробат. Либо у нас такая дружность, что они поддерживают друг друга. Все-таки я к второму склоняюсь. Дерек Фернандес, Эквадор. Да, тут, кстати, очень любопытный момент. Знаете, в стартовых протоколах... Ну, вот у нас, да, у российских спортсменов прописаны клубы, школы, которые они представляют. А вот напротив Никита Шлейхера и Евгения Кузнецова просто написано «Россия». А, и Белевцев тоже у нас «Россия». А вот, например, Григорий Иванов, который будет завершать, у него написано «Шорт номер 7». Любопытный такой момент. Сербская команда одна из тех, которая заявилась в последний момент на наш турнир. И спасибо большое братьям-славянам, что они нашли в себе силы, мотивацию и желание приехать. Несмотря на весь тот международный, на всю ту международную каналию, которая сейчас происходит. Глеб Рябов. Представитель Москвы, МГФСО. Да, вот по-разному прописывают, я тоже посмотрел, кто как. Ну, на самом деле, здесь надо ТЗ просто небольшое провести для спортсменов. Потому что все это делается через программу, и что-то ты напишешь там, кто здесь в протоколах, и появится в итоге. Ну, кто-то пишет просто «Россия», кто-то «ГБУ», «ЦСП», «ГАУ», «ЦСП». Нет, ну, вот Питер, например, у тех... Правильно, да. Ну, вот, смотри, Геннадий Вагин, Воронежская область, да, прописана. Ну, да, Санкт-Петербург, смотрите, Санкт-Петербург, Шор, Мирская, главное. Да, то есть Питерцы все заполнили именно так, как положено, с названиями своих клубов, тех организаций, которые они представляют. И Григорий Иванов. Первый раунд у нас с вами подходит к концу. Григорий Иванов мы видели частенько в этом сезоне. Выступал на очень многих турнирах. Ох ты, как хорошо. Как он поставил, да? Какую точечку он сделал. И очень резко все. Так амплитудно. Хорошая линия на задних прыжках у Григория, он всегда гасит чисто. Хорошая, хорошая попытка. И сейчас смотрим сумму. 67,5, это третья сумма. Сейчас бы, конечно, нам табличку увидеть. Так. Ага, 73,1 шлейхер. 69,75 Кузнецов. Тут дальше Иванов, Черепахин, Молчанов. Иван Карпур, 64,6. А вот здесь у нас уже кубинцы, белорусы. И дальше замыкает у нас Мануэли Глейсиас, Аргентина. Иванов, Сориду. Сориду. Продолжение следует... 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 Выбрасывает у нас прыгуна вверх, и, может, это сделает очень высоко. Так, Егор Зыбин. Ещё один московский прыгун в воду. Ну, им синхронно надо прыгать с Джеком Ло. Мне кажется, интерпретник одинаковый. Понимаешь, дело в том, что это возможно только в том случае, если... Ух ты! Три с половиной! Да, в силе Джек-Ло практически. Если Джек-Ло примет российское гражданство, будет выступать за Россию. Потому что я боюсь, что у нас свои есть, Андрей. Свои Джек-Ло. И даже покруче. Это я соглашусь. Это ты кого, я имею в виду? Дмитрий Саутин. Илья Захаров. Илья Захаров, да. Пять с половиной баллов. Неплохая оценка для Егора Зыбина. Теперь Егор Лапин. 25 лет. Другого поколения спортсмен. Зыбин начинает свой спортивный путь. Лапин уже продолжает. Ух ты! Ой-ой-ой-ой. Почти леп. Ляпнул, Егор Лапин. Лапнул. Ну что, вот рано, да? Рано раскрылся? Ну, очень рано. Я вот не понимаю. Два с половиной обороты назад прыжок вроде как бы годами не делан, но и он не самый сложный. То есть там не надо три сальто считать, где можно так грубо ошибиться с грубейшей по маркам. Так, кубинец Сервантес. Ему 20 лет. Тоже начал сокращать. Ну, конечно. Так, короче, знаете, как он... Как он вылетает! Эх, жалко, а! Рановато, да, тоже раскрылся? Раскрылся, но вот это первая стадия. Наскок какой-то мягкий, то есть даже звук трамплина не слышно, и пяток просто он как попадает в ритмную амплитуду. Как вот они ставят так наскок? Вот. Вот надо, чтобы действительно наши спортсмены и наши тренеры внимательно посмотрели, изучили, почему бы не учиться у, пусть и представителей клуба, в том, что они набрались опыта. Ну, вот сравнение, да, насколько и Владислав Сонин, представитель Беларуси, сейчас сделал, идет на полтора метра ниже, наскачает, стучит по доске. Да, почему? Вот такое ощущение, вот то, что ты отмечал у кубинки, которая сегодня стала второй, да, у женщин на вышке. Наглость и уверенность. И то же самое у Сервантеса. Раз, я вышел делать, я буду делать, а у наших все время какой-то страх ошибки. Я вот сейчас тут осторожничать, а вот здесь вот как бы поджаться, и в итоге вот это тут поджался, там не добрал амплитуды, скорости нет, и ну прыжочек такой, ну да, вроде грубо не ошибся, но блеска-то нет. Ты не сильно критиковал? Нет, ну здесь... Так. Быда прыгают, но титулов-то никаких нет, поэтому не... Кто-то может тебе и сапеллировать, Андрей. Это понятно. Они могут наскакивать как хотят, но покажите мне титулов-то регалии. Нет, все правильно ты сказал, какие-то моменты черпать. Надо, конечно, брать. В других странах, конечно. Так, представители Венесуэлы. А это Эквадор. Ну вот это парень, который прыгает в самую легкую, одну из самых легких сегодня программ. Ох, мальчишка, три с половиной. Нет, нет, нет. Эквадор это не куба. В прыжках в воду. Прям, Глеб, в точку. Но наглость есть. Ждат же решил, да, делать этот прыжок, который, ну, практически, я не представляю, как вот тут. Но он и не вылетел, да? Он начал крутить еще на трамплине. Он как-то так подсиган все это сделал. Ну, выкрутил. Под водой. Артем Макаров. Спортсмен из Санкт-Петербурга. Вот, ну, вот. Ну, красиво. Вот красиво, да? Энергетика, высота. Кстати, с тобой подключали, что он 2007 года рождения. Он, конечно, на 15 лет не выглядит. Не выглядит. Так, лет на 18 уже. В общем, высокий. Ну, 17, да, где-то так? Ну, так да. Выглядит за спиной так вообще. Илья Молчанов. Полтора, полтора, полтора с тремя. С половиной винтами. Как хорошо. Ни в каких кондициях Илья Молчанов. Красивый прыжок. Один из самых любимых у меня, винтового класса. Тут у меня длинные винты. Ну, и хорошо сделал, да? Конечно. 7-7 с половиной. Тоже линии не хватает на входе. Получал бы восьмерки. Мануэль Иглесиас. Аргентина. Уже здесь, в Казани, смотрел Мануэль полуфинал чемпионата мира. Может быть, сейчас. Илья Молчанов отдыхает после вчерашнего полуфинала и смотрит трансляцию. Не смотрит трансляцию. Да, и болеет за Мануэля Иглесиаса. Ну, кстати, все возможно. Есть трансляция на матч-дивеси, есть трансляция в интернете, между прочим. Поэтому прыжки в воду из Казани можно смотреть в любой точке планеты. Ну, если, конечно, в свободных демократических странах не стоит запрет на потребление контента из России. Николай Чебыкин. Ну, кстати, авгентинский спортсмен достаточно сложный прыжок сделать. Из задней стойки 3,5 оборота, да, не получился. Но уровнем повыше намного, чем ребята из Аквадора. Чебыкин. Ну, здесь тоже, да, мы видим, вообще он даже руки не успевает поставить. Здесь входит в воду, когда даже у него ноги ниже пояса, получается, да. То есть даже не пошло раскрытие нормально. А вот сейчас Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов один за другим. Лидеры. Лидеры и российской сборной, и лидеры, конечно же, здесь на турнире. Традиция. О, красота какая! Тоже прыжок, что Илья Молчанов, ну, как все четко. Три с половиной винта от Никита Шлейхера. Очень здорово, да, он вытянулся в струнку. Ну, напомню, что Никита Шлейхер у нас ведь вообще вышечник, да, и прыгал в вышку молодости. И вот затем стали готовить его и на трехметровом трамплине в синхроне с Евгением Кузнецовым. Ну, участник двух олимпийских игр, на всякий случай, в Рио-де-Жанаре в прыжках с вышки и в синхронных прыжках с Токио. И в Токио, да. Трамплин уже. Евгений Кузнецов. С двумя винтами. Делает так, как он умеет, Женя. Ну, да, дальше у него в программе гладкие вращения, в которых он король. Король уже много-много лет. Касаемо. Ну, вот обратите внимание, сейчас у него только третья сумма. Мужчин шесть попыток, шесть раундов мы увидим, поэтому здесь все может измениться. Эх, недоскок спортсмена из Кубы. Три с половиной оборота вперед. Как они высоко наскакивают. Высоко наскакивают, да? А вот шлейхер, да, с его индивидуальным... У него даже, у шлейхера даже не наскок такое ощущение, а на какое-то накарабкивание, на ход на трамплин. Он такой делает широкий шаг, да? Ставит ногу и потом уже напрыгивает. Да, там своеобразная техника. Но здесь тоже очень высоко наскакивают ноги. Главное, чтобы выдержали потом уже второй раз оттолкнуться. Случаи бывали, когда подкашиваются колени и... Тут тоже надо быть физически готовым к такому наскоку. 20-летний Кубинец Кентана Леон? Ну нет, это такой... Без шансов? Высокий очень спортсмен. До прыжков в воду. Ну, шлейхер тоже высокий спортсмен? Нет, нет, ну, пониже. Да, так визуально они смотрятся... Шлейхера, не знаю, метр семьдесят. Могу пошиваться, он чтобы меня поправит. Семьдесят три. Что-то в этом роде. Официально метр семьдесят. Да, метр семьдесят. Ну, это официально. Ну, где-то не больше. И, может быть, потом еще подрос. У него то, что нужно у него для прыжков в воду. А здесь было под метр восемьдесят. Может быть, даже выше. Нет? Не знаю, мне просто не показалось так, что этот высокий. Я, как правопорцы, примерно одинаково воспринял по телевизионной картинке. Но она-то зачастую может обманывать. А, скорее, твой опытный взгляд лучше их распределяет по вросту. Так, Никола Праусич. Ну, вот тут аккуратнейший парень, да. И такой наскок, не очень уверенный, далековато от края. Слабенькая программа. Прыжок, конечно. Совсем детского уровня. Два с половиной оборота вперед согнулся. Коэффициент 2,2, наверное. 2,4. 2,4. 2,4. Не очень сильно развиты прыжки в Сербии. Хотя они там есть. И в свое время мы даже, где-то 5 назад, или 4, сотрудничали с федерациями. И ездили туда, наверное. В рамках сотрудничества отправляли тренеров из Москвы в Сербию на мастер-классы для тренировочных процессов для спортсменов из Сербии. Ну, вот, может быть, как раз у Никола Параусича было на техном мастер-классе? Был, был. Я его помню. Я сам ездил. Я сам ездил. Ему как раз было лет 14-15. Немножко другой подход. Да, да. Ну, подход другой чуть-чуть. Во-первых, условий как-то таковых нет. Нет из зала. У них есть бассейн, но зала нет. Поэтому без зальной подготовки воспитать сильного прогуновода нереально. Во-вторых, подход к самому тренировочному процессу. То есть, такой. Пришли, не пришли на тренировку. Ой, сегодня не придем. То есть, это в порядке вещей. Григорий Иванов. Была ошибочка. Вот смотрите, вот здесь ножки раз. И разлетелись. Были подсокнуты колени. Но неплохой вход в воду. Сейчас получает он свои 7-7-6,5. И он четвертый у нас с вами, дорогие друзья. Вот давай сейчас как раз посмотрим таблицу. Потому что Шлейхер 151,85. Молчанов 141,25. Сток уже у Кузнецова. И Григорий Иванов у нас сейчас на четвертой позиции. И кубинец Розалис Триан здесь на седьмой позиции. «Кузнецова» 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 Продолжение следует... 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 Иван Карпов. И задней стойки назад. Два с половиной. Сделал пенецкий спортсмен. Ну, с точки зрения, конечно, линии, читательный такой горб у него в этой складке. Так вот, так прям колесом спина согнута. Чуть-чуть ломает эстетику прыжка. Ну, это, что называется, такие придирки. Но, на самом деле, судья это все отмечает. Вот такая вот у него складка. Ну, в основном у нас с вами, да, прыжки в складке или в группировке. Группировка – это когда колени подтянуты к другим. И складка – это когда изгиб в поясе. Александр Черепахин. И задней стойки назад. Ох, три с половиной. Коэффициент 3,6. Это прям такой же, знаете, элемент высокого уровня. Кстати, вот он с насколько заднего вращения делал? Два с половиной оборота. А вот с места назад три с половиной здесь намного сложнее. Четверки, но для первой попытки. Я думаю, это неплохо. Роман Кобзев 4,5 оборота вперед. 3,8 коэффициент. 4,5 оборота вперед в 16 лет. Ну, не хватает пока высоты. Но в целом прыжок чувствует. Не хватает физических данных. Ну, вот я поэтому и на этом сделал акцент. А не рано ли, в 16 лет. Вводить такой прыжок, когда еще у парня нет. Массы достаточные. Силы мышечные. Ну, здесь прыжок переднего вращения. И... В принципе... Сейчас 4,5 оборота вперед. Это такой, ну, стандартный вариант уже во всем мире. А вот Егор Зыбин 3,5 оборота делает, согнувшись. И хорошие оценки получает. 7,77, 167,70. Четвертое место. Сейчас на данный момент. Прыжок винтового класса. Егор Лапин наконец-таки собрался. Третьи попытки с двумя винтами. Ну, все равно, конечно, 159,2. Общая сумма. Невелика. Кубинец, который нас удивляет своими высочайшими прыжками, вылетами, конечно. Другие есть вопросы к его технике. Сейчас и задние стойки вперед. Три с половиной. О, Сервантес! Вот это да! Сервантес! Как закрутил, как легко! У него другая проблема. Одни проблемы так закрутиться, а у него проблемы потом остановить это вращение. Ну, кто-то завидует таким началом, такой скорости. Да, но вот с этим тоже нужно как-то совладать. Ну, видимо, у парня очень такая одаренность от природы, да, мышечная резкость присутствует. Владислав Сонин, второй белорусский спортсмен, который принимает участие в сегодняшних соревнованиях мужчин с трехметрового трамплина. Рыбий хвост чуть-чуть в конце показал. Здесь вот. Опа! Норовит вырваться из рук, когда ловишь в озерах подмосковья щучку. Ах, а здесь сорвался с трехметрового трамплина Гонсалес. Да, Гонсалес Рейс Венесуэла. Это было слышно по трамплину, как он, когда срывается, спортсмен с него соскакивает, не дожидаясь, когда трамплина выберется наверх. Потом он, этот трамплин, он качается ругается. Он ругается на спортсмена. То есть, это как элемент, знаешь, в машине амортизатора. Вот я вам попадаешь, кузов стоит, амортизатор работает. То есть, смартфер не вылетает, наверное, как кузов на одном месте, а амортизатор впустует. Ну, как так я привел пример. Джай Рейс, представитель Кладора, продолжает нам показывать свою программу, которая дальше будет идти, по нисходящей по сложности. Также там 2,8, 2,7. Так, после него у нас Артём Макаров. задней стойки, два с половиной назад. Согнувшись. Ух ты! Вот совсем как-то не ожидалось это, да? Да, никто не мог продугадать такое развитие событий, какой чистый вход. Интересно, судьи-то сейчас всё-таки оценят это или на автомате поставят не самые высокие оценки? Ну, у неё небольшой недоход был, нет, семёрки, заслуженные семёрки, выше вряд ли, потому что не та высота и небольшой недоход до вертикали. Но я думаю, он должен быть довольным этими оценками. Илья Молчанов, этот спортсмен идёт в лидерах. Вперёд, и задняя стойка три с половиной. Вот. Уже третью попытку Илья делает хорошо. Чуть быстрее он будет здесь открываться, коленки дотянуть бы, носочки вместе. Тренируется под руководством Марины Николаевой. В Москве. Был серебряным призёром чемпионата Европы прыжком в воду в команде, ну а из больших чемпионатов Европы у него бронза. В миксе с трехметровым трамплина. С Виталией Королёвой прыгал. Тогда ух ты! Вот это да! Мануэль Иглесиас. Слушай, вот так вот. В третьем раунде, да, те, которые, ну, не показывали никакого уровня, вдруг раз, и получили хорошие оценки, хорошие суммы. Мануэль Иглесиас. Лучшая попытка у него на этом турнире. Посмотрим, может быть, действительно заведётся и дальше продолжим в том же духе. Ну, молодцы команды, я смотрю, все в форме, смотрю, Эквадор, все одинаковые. Куба тоже. Кубинцы, да. Молодцы. Николай Чевыкин, опять чучий хвост. Что в Неве ловит? Ну, здесь, кстати, как такового Неву просто перешёл. Это называется, когда захлёст, когда в конце ещё ногами прям добавляют. Ну, а ты считаешь, он недостаточный? Ну, чуть поменьше здесь. Ну, не так. Такой не щучий, конечно. Ну, а, всё, понял. Так, Шутки отбрасываем, потому что Никита Шлихер затем Евгений Кузнецов. Шлихер обгонял Кузнецова на 10 баллов. Ах, не хватает высоты. Так. Коэффициент 3,6 и задней стойки 3,5 оборота назад в группировке Шлихер делает. Чуть рано и понимая, что не хватает, через как бы согнутые колени уже так открывается. В самую воду. Ну, конечно, техника удивительной задних прыжков сам делает ковырок ещё на задних ходах под водой. Обычно это вперёд, когда ты входишь в передних вращениях, потом под водой делается ковырок. Ну, определённая техника у прыгунов воды на задних такого не делается. А вот Никита делал тоже в обратную сторону. Ну, если была камера подводная, я бы объяснил. Ну, может быть, в будущем в Казани и подводная камера тоже будет на этом турнире. Евгений Кузнецов. Тот же прыжок и тоже тяжеловато. Не доходит, да? Причём, вот сколько сейчас поставить? Даже шестёрки, наверное, поставили? Ну, да, здесь 6 баллов, 5,5-6. 7 слышишься, нет, не может такого быть. Сейчас увидим, оценки зажгутся. Ну, прям со всех ракурсов нам показали Кузнецова. Сейчас, 4,5-5 даже. Вот так даже, 191,55. Он третий. Ну, всё равно Евгению Кузнецову, конечно, сложновато, как ему держать себя в тонусе, когда, в принципе, он понимает всё равно в голове, да, что он скорее всего победит. Ну, подожди, подожди. Ну, давай сейчас зайти, посмотрим. Это лучший из кубинцев. Это 6-е или 7-е место у нас было. Ну, ох ты! Вот так! А, между прочим, все русские-то сейчас-то отпрыгали не супер этот раунд. Фрэнк Триано. Давайте, судя, поставьте этому парню побольше, у нас борьба будет. Ну, вряд ли. Даже 8 с натягом. Ну, 8, да, 7,5-8. Нет, ну, 7,5- нормально. Так вот, в сторону улетает от трамплина. Ох, наставница. Кубин, занятие, вообще эмоциональные люди. О, 2 восьмерки. Это лучше, кстати, это лучше попытка в этом раунде. Он четвертый у нас. Он четвертый. Отбил кулачок. Да. Не, высокий парень. Про него он говорил. Да, да, высокий, высокий. Сейчас стоит, видно, да. два с половиной вперед с одним винтом. АПЛОДИСМЕНТОВ. 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 Так, несколько сложно, честно говоря, нам, потому что нету онлайн-табло в режиме лайва у нас. Поэтому сейчас очень любопытно, я не запомнил сумму, не успел записать, любопытно сейчас, какие разрывы между спортсменами. Но я вот понимаю, что разрыв между Шлихером и Кузнецовым увеличился, а вот тут, дальше ведь Молчанов у нас между ними. И Кубинистриано подтянулся. А это Дерек Фернандес из Аквадора. Молодой парень, 15 лет ему. И он идет на 23-й позиции. Никола Параушич. И у него коэффициент 3-1. в этом прыжке. 3,5 оборота вперед, согнувшись. Тяжело. Длинные ноги, тяжело. для его роста. И у нас с вами получается сейчас еще два спортсмена, да? Это Глеб Рябов. Вот у нас такая же получается группа в зарубежных конкурентов. И затем завершают наш каждый запрыг. Это Глеб Рябов и Григорий Иванов. Глеб Рябов 14-летний, 14-летний еще раз скажу, московский спортсмен. Но Гриша Иванов 21 год. И задние стойки два с половиной оборота назад. Неплохо для 2008 год. Для 14-летнего парня. Вся программа положения согнувшись. Они конкурируют здесь с выступающим под первым номером до стола Качанова. Ну и интересно само как выглядят молодые ребята из России на фоне тех же молодых спортсменов из Кубы и Кладора. Здесь есть ребята до 6-го 2007 года рождения из в первых странах. Не дошел Гриш Иванов когда не дошел до края трамплина. на него можно было целую ступню поставить. Посмотреть видите. И делает эти длинные винты. Потом при выходе из них разножка совершенно ненужная. Да вот столько вот я вот столько не дошел. И так и было 5-5,5 и он у нас третий 193,2 даже таким провальным прыжком. Так 214,85 209,25 и 190,85 смотреть совсем рядом Розали Стряна с Евгением Кузнецовым замокает пятерку Белевцев минус 10 баллов. Розали И Стряна Фон 0,1 третья Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 3-5, там коэффициент. Коэффициент, да, 3-5. Это из передней стойки назад. Два с половиной. Я думаю, они вместе со своим тренером Антоном Мельниковым наберут еще форму физическую. Именно ее не хватает. И не берут кондиции. Егор Зыбин. Ух ты! Что-то странное это было, да? Смотрим. Ты помнишь, как у Джеки Ло тоже были проблемы с задними вращениями? Да, я думаю, все помнят. На чемпионатах мира. Да. И у него также и ноги напряжены и вытянуты. Прямо это ощущение, как у Джеки Ло. Под руководством Романа Волконского тренируется Егор Зыбин. Ну, он что, вообще, получается, не почувствовал, где ему что делать? Ну да, куда-то не досмотрел. Так, Егор Лапин. Красиво, высоко. Ой-ой-ой. Некрасиво. Не точно. Не доскок. С большим градусом. По отношению к воде. Есть просто более легкие физические спортсмены. Есть более тяжелые. Здесь Егор, он такой, он тяжеловес. Ему малейшая помарка. На скоке сразу становится архи сложную выкрутить. То есть надо идеально всегда четко наскакивать на сложных прыжках. Это Евгений Кузнецов, ну, без разницы, может быть, наскочил, перескочил, проскочил, улетел, он все равно выкрутил. Богом дана вот эта легкая свращение. Четыре с половиной оборот вперед от Лайдела Домингеса Сервантеса. Мы за этим кубинцем следим. Мы вообще следим за всеми спортсменами, которые прилетели в Казань издалека. Потому что они явно стали украшением этого турнира. Но этот парень показал высоченную, конечно, такую мускульную готовность. И, конечно, проблема у него в последней фазе прыжка. А вот первая получается очень красивая. Владислав Сонин, второй белорусский спортсмен, наступающий здесь. Вот как раз, да, из передней стойки назад. Да, тоже не ускребся. Такой прыжковый сленг. Переведите. Не хватает всей высоты. Как бы ускребаются там в воду. С плохого начала, когда делать хороший прыжок, это дорогого стоит. Здесь с плохого начала не получается. Хэс Судардо Гонсалес Рейс в Венесуэла. И из передней стойки назад. Аккуратненько. Точненько. Коэффициент 3.0. То есть сейчас просто сумма из трёх оставшихся оценок после того, как отбросится самая большая и самая маленькая. Как бы самая необъективная. Сейчас, вот видите, классно. Смотрите, как я посчитала. 7.0. Справедливые оценки. 21 суммы умножаем на коэффициент 3. Коэффициент с роста этого прыжка получается 63. Вот так оно всё считается. Здесь достаточно просто. Это синхроник, там другая математика. Джаир Рейс. Ой-ёй, молодец. Вот здесь так нормально. Для себя неплохо сделал Джаир эту попытку. Из передней стойки 2.5 оборота назад. Но он не согнувшись, а в группировке. Перешёл. Ну, совсем нет техники у спортсменов из Аквадора. Дальше ещё труднее будет. Несмотря на то, что молодой её. 18 лет. Хотя 2004 год, это уже не молодой. Да. Всё, я ещё в тех годах живу. Уже не молодой. 18 лет. Дальше так сложнее будет. Вот Артём Макаров, он 2007 год рождения. Хотя, глядя на него, мы это уже отмечали. Как-то и не скажешь, что парни 15. Он очень взрослый выглядит. Это спортсмен. И какой прыжок хороший. Очень взрослый прыжок. Как раз опять, тоже здесь передние стойки, заднее вращение. На хорошее расстояние, да, он вылетел. И смотрите, всё сделал. И даже эти брызги в сторону центра бассейна. Ну, говорят они, да, слова так сказать, плечами, спиной. Но вообще сложный прыжок. И поэтому его отмечаем. Илья Молчанов. Второе место сейчас на данный момент в нашей гонке. На трёхметровом трамплении у мужчин. Винтовой класс. Мне кажется, надо делать с большим блеском, с большей чёткостью. Ну, учитывая предыдущие три попытки Ильи. Ну, здесь кэш-центр. Идею здесь реально сложный элемент. Три винта. Мало кому они даются вообще в принципе в мире. Там делает человек 10, наверное. Кэш-цент спасает, да? Видите, 72-15 за этот прыжок. Несмотря на низкие оценки. Да. Смотрим за аргентинцем. Отворачиваются от аргентинца. 279,35 сумма Молчанова после четвёртого раунда. То есть почти 280. И на самом деле сумма такая неплохая. То есть сейчас Шлейхеру нужно выполнять четвёртый раунд чисто. А у Шлейхера в четвёртом раунде 109,4,5 оборота вперёд. Это провальная попытка Николая Чебыкина. Ещё одного спортсмена 2008 года рождения. 14 лет. Ну вот так вот длинные ноги. Он так вот таким, знаете, подросшим выглядит. И сейчас уже Шлейхер на трамплине. 4,5 оборота вперёд в группировке. Уж казалось бы, хорошо, да? Ведь вроде бы наскочил. Точно попал на трамплин. Да, настолько хороший. Как раз вот эти 5 сантиметров, которые нужно поставлять, там, 3,5. Ну, как-то, мне кажется, им казалось, что не хватает высоты. Она им, в принципе, да, не хватало. Но если бы он поджался в четвёртом обороте, и чуть быстрее открылся. Но это просто здесь говорить. Сидите на стуле в комментариевской кабине. 260-45, дорогие друзья. И это означает, что Молчанов обходит Никиту Шлейхера. Только ли Молчанов? Потому сейчас у Евгения Кузнецова прекрасная возможность обойти своего партнёра по синхрону, в том числе и по олимпийскому синхрону. Евгений Кузнецов. И задний стойкий вперёд. Ну, просто один из коронных Жениных элементов, которые он делает блестящее на улыбку главного тренера нашей сборной. И смотрим ещё раз. Вот так вот. Вот так вот Евгений Кузнецов. Ну что, Кузнецов сейчас будет вторым или первым? Я думаю, всё-таки вторым. Ему тяжело будет дотянуться. Как игла. До суммы 279. Как игла. Входит в воду Женя. Сигнал натянутые носочки. Чистенько. 8,8 с половиной. Ну, это одним прыжком. Да, одним прыжком. И у Молчанова, ещё раз скажу, без десяток 208. То есть 279.35 и у Кузнецова 274.85. А сейчас смотрим. Лучший из кубинцев. Четвёртое место после третьего раунда. Высоченный наскок! Нет. Рановато раскрылся. Конечно, он на такую высоту вылетает, что ему там нужно не два с половиной, а три с половиной делать. Ну, ты, по-своему, практически там до 10-метровой вышки дотопивает. Я понимаю, что... Утрируешь, да? Ну и надо же добавить красоты этому действу. Ну, на самом деле, так, ну, красиво. Но от ахты его развернуло, Глеб, да? По вертикальной оси его развернуло. 238.85. Улетает на пятое место. Хосе Айфредо. Винтовой класс. А что? С двумя винтами. А что? Нормально. А вот так, как для отход на короба. Глеб, да, да, да. Глеб, а вот скажи, вот смотри. Вот сейчас было видно, как он смотрит вниз, голову опустил. Все-таки на это внимание надо обращать спортсменам, тренерам. То есть положение головы все-таки вот так вот сильно под ноги себе смотреть. В начале прыжка? Да, да. Конечно. При наскольке. Потому что, как бы, у тебя голова туда может и перевесить, а... Тут тоже важный момент. Перевесить ногу, что может. Ну, я имею в виду... И в наскольке, и без... Но, на самом деле, положение головы, конечно, это важно. Это важно. У многих она задирается на задних вращениях, назад. То есть это ошибка. Здесь она вообще расчур просто под собой. И бывает даже по марковой открытии, когда спортсмен открывается, и голова очень сильно прижата к груди, все. Это, кстати, ошибка у того спортсмена, про которого много сегодня говорим, Джекову на передних троечках. Он всегда опускает голову, помнишь ли... Подбородок прижимает. Да, и вот это делает. А, и вот это вот. Углом. Вспоминаю, вспоминаю, чемпионат мира. Да я уже в чемпионат мира. Когда он был в чемпионат мира? Да вот только закончится недавно. Кто его видел? Подожди, может, комментируйте с тобой? Нет, мы чемпионат мира не показывали. Мы показываем чемпионат Европы. Европа. Да, да, Европа пишет. Может быть... Подожди, может быть, ты комментировал, но не со мной. Ну, неважно, допустим, этот момент. Да. Назад. Два с половиной положения согнувшись. Никола Параусич. Да. Ну, правда, у тебя был вариант произношения, мне кажется, ближе, да, Параусич? Скорее всего, там, как бы, в славянских языках. Ну, да, скорее всего, так. Да. То, что в чешском называется СГС с Гачиком. Просто так на меня посмотрел, я думал, что я ошибся. Нет, нет, нет. Вызывай так, как написано на экране. Нет, 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 нет. Нет, я как раз тебя посмотрел, подумал, что ты-то в данном случае ближе к оригиналу, скорее всего. То есть, чуть-чуть я где-то в душе хорват, а ты кубинец. Судя по тому, как... Серб. Серб, да. Судя по тому... Пересмотрел ты вчера футбол, Глеб Сергеевич, в душе хорват. Судя по тому, как... Как тебе лихо дают... Кубинский арк. Да. Да там, в общем-то, ничего сложного нет. Как меня тут один итальянец хвалил, что я правильно произношу его имя и фамилию. Столько вас итальянских спортсменов. Да. Ну что, ждем. Глеб Рябов. Да, ждем мы, дорогие друзья. Вот сейчас Григорий Иванов. Для нас это важно, потому что Иванов был третьим. А у нас сейчас ситуация закрутилась. Итак, Шлехер уже не первый, первый Молчанов. Шлехер уже и не второй, второй Кузнецов. А вот где будет Гриша Иванов? Ох, как, а! Григорий Иванов, дорогие друзья, в раунде четвертом коэффициент 3,4. Из задней стойки вперед 3,5 в группировке. И он прям, да, чуть-чуть поздновато раскрылся, но останавливал он это свое вращение. А вот тут он, смотри, под таким углом. Да, он всегда там делает. Вопрос четвертого раунда. Где будут Гриша Иванов? 259,5. Он четвертый. Сейчас еще смотрим таблицу, чтобы зафиксировать для себя. Итак, Молчанов первый, Кузнецов второй, Шлехер 2,60-45. И Черепахин вот на пятое место поднялся. Кузнецов второй, Шлехер 2,60-45. 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 Возвращаемся, дорогие друзья, на вот этого яркого кубинца Карлса Райнероса. Это у нас с вами пятый раунд После четвертого много изменилось в группе лидеров Но не изменился лидер Нет, лидер-то изменился Илья Молчанов А был шлейхер После четвертого раунда Но сейчас свой хороший прыжок Четыре с половиной оборота вперед Демонстрирует Карлос Кастангеда Да, да Вот наконец-то, вот то, о чем мы говорили Его вот это преимущество в наскоке вылетит в высоте Да, Глент? И это все завершилось тем, что он это выкрутил Ну, посмотрите, они просто как, я не знаю Как в волейболе суперкомбинацию разыграли В 89,3 Это самая большая сумма на сегодня Ох, на самый краешек попадает Геннадий Вагин Ну, классную оценку и сумму хорошую набрал, конечно, кубинец Он может сейчас потянуться ближе к третьему месту Александр Белевцев Был он у нас среди лидеров, но потом Что-то пошло не так Два с половиной оборота вперед с двумя винтами Ну, здесь Такой уровень прыжков, что можно Одним хорошим элементом сразу вскочить Да, ближе к шестерке Потому что многие могут ошибиться Сильно Ну, да, как раз вот этот предыдущий раунд Он это и показал Действительно было много ошибок И вот, смотрите 298 Но все равно Мы смотрим по сумме Он не достает до суммы кубинца Я так понимаю Да? Белорусский спортсмен Винтовой класс Ну, не самый сложный Цент 3,4 Два с половиной И с двумя винтами Первое сальто Потом винты И здесь Еще Оборот Докручивает Не было линии на входе И в итоге Мы видим такие дружные шестерки от судей Александр Молчан Да Он Приехал в составе белорусской команды Сюда в Казань Браво Прекрасно Мы рады видеть наших Добрых друзей На наших соревнованиях Иван Карп Ну и команда России Часто приезжает На трех турнирах Круг Белоруссии Это уже По-моему, два турнира было Весной И Один весной, да У Карпова дружные семерки И задние стойки Три с половиной оборотов Вперед В группировке Александр Черепахин У него четыре с половиной оборота Будут В последнем раунде Сейчас прям такое ощущение Как будто Такой прыжок Подготовительный К этому сложному Последнему Но все-таки Его тоже надо сделать Ну и задние стойки Три с половиной оборота Вперед В группировке Еще надо Выполнить Семь баллов Это хорошая попытка Для Черепахина Кобзев Наш экранок Роман Из передней стойки Три с половиной оборота Назад Три и пять Они друг за другом Прыгивают Разница между спортсменами Два года Интересно Так посмотреть Что случилось Тут Проскочил Да нет Вроде Вроде нет Ну там может Пальцы чуть Ну такое чувство Что он Локтями Локтями В воду пришел Да Есть такая песня Я танцую локтями Но прыжки нет — Ну, помнишь, наверное, ты. — Нет, я вообще из другого поколения. — Ну, какой-то там техно. Я тоже из другого. — Я вот это вот... — Где-то слышал это. — Ну, про другие песни, ладно. — Виктор Цой, кино. — Да-да-да. — Кстати, была прекрасная выставка в Манеже. — Тот же прыжок Зыбина. Ну, как же так? — Неплохое начало. Три оборотка. — Вот уже вот здесь всё. Открываться надо. — Как же не чувствует совсем Егор? — Где он? — Друг за другом неудачные прыжки учеников Антона Мельникова. — Ну, видишь, и прыжки-то одинаковые, да? Вот это 37С, как раз из передней стойки назад. А сейчас Егор Лапин. Винтовой класс. Ох, сколько винтов-то. — Три с половиной. — Три с половиной. Красиво. Три с половиной — это и коэффициент. — Не знаю по поводу этого формата. Мне кажется, и судьи устали. Их не меняли после третьей попытки, потому что мы вот так подряд идём. — А, да. — Мне кажется, они успели бы даже пересесть. — Хочешь сказать, что судьи уже не любят прыжки в воду. — Ну, там уже глаз может замылиться, на самом деле. — А, ты к тому, что вот... — Очень долго. 27 человек. — Ну да. — Там уже всё. — Но мы-то с тобой хотя меня держимся. — Судьи или нет? — Меняли? — Меняли, да. — Меняли, да, всё-таки. — Меняли, да, после этого раунда. — Да, да. Вот там сейчас подсказывают наши коллеги с ПТС, которые работают там в Казани, что судьи меняли. Потому что сделали это настолько быстро и незаметно. — Как пидстоп. — Да, да, да. — Формуле-1. — Да. — Причём у лучших команд. — Кто сейчас лучший? — Ты же следишь. — Рэдбул? — Да, ну. — Конечно. В одни ворота. — Ну, у нас так сегодня ни про кого так не скажешь. У нас борьба. Будь здоровы. — Тут и Шлехер, и Молчанов, и Кузнецов. Сейчас Молчанов, Кузнецов, Шлехер. — Ну, здесь интрига. Поэтому мы на Матч ТВ. А Формулы-1 нет. — Ну, сейчас ты просто уел всех этих западников. — Три с половиной оборота вперёд и задней стойки. — Владислав Сонин. — Неудачная попытка. Вообще, конечно, нужна была предвариловка 100%. Сейчас это ощущается, да, в пятом раунде. — У нас ещё шестая будет попытка, следующая. Но в целом, ну, так быстро достаточно всё идёт. — Быстро, быстро, да. — Ну, и спортсменам тяжело. — Да, получается, что... — Ждать долго между прыжками. — Ждать долго, а концентрация всё-таки финала. — Потому что у тебя нет права на ошибку, решается вопрос медали. А не как в предвариловке, тебе главное попасть там. — В 12, да. — Да, в 12, или если это полуфинал, то в 17. — В 17, да. Так. Товарищ из Венесуэлы и товарищ из Эквадора. Интересно, они одним рейсом летели или нет. Джаи Рейс. Коэффициент 2,7. Из задней стойки 3 оборота вкруппировки. — Два с половиной оборота. Рейса. — Да, ну тут, то, что ты отмечал, да, большие технические недочёты. — Я вообще думал, что он, ну, лет 14-15, а ему 18 лет. Видишь, так, одни выглядят в 15, на 21, как Артём Макаров. Другие наоборот. Артём Макарова коэффициент 3,0, винтовой класс. — Не самый сложный прыжок. Один винт, два с половиной сальто. Как раз мы видим, начиная сальто. Тут по большому счёту даже винта не видно, да? Он такой, в серединке. — Да, он идёт в открытии, к тому же ещё в небольшом хлёсте. Или так проскакивает, пролетает. Но кто-то делает с одним винтом, а кто-то с тремя, как и Илья Молчанов. — И у Шлейхера в заключительной попытке-то как раз супервинтовой прыжок с коэффициентом 3,9. Три винта. — Молчанов, лидер. — Да, Молчанов, Молчанов. — Четыре с половиной. Вперёд. — Ах, не дошёл. — Не дошёл. — О! — Вот ты знаешь, ему где-то помогло даже вот этот недоскоп. — То, что он не дошёл? — Да, не доскочил до края. — Да. — Он начал упираться, ну, работать до конца. Потому что понимал, что по-другому он не выгрутил. И, в общем, доработал. — Доработал, да. — Браво, Молчанов. — Потому что чувства бывают обманчивые. Когда наскольки на край вылетаешь, ты думаешь, всё, я король, сейчас мне раньше раскроюсь, попаду. А это чувства обманчивые. Фигурм-катань, мне кажется, тоже так бывает. — 361,2. — Много винтов вокруг своей оси, там... — Там упираются, будь здоров. — Да? — Да. — По-любому. — По-любому. — Ну, как всё равно бывает, чувство, что вот попал в этот ритм и тебя завращало. — Ну, а на самом деле тебя не вращают. — Такое бывает или нет? — Нет. — А здесь бывает часто. — А здесь бывает, да. — Очень часто. — Другие ощущения, вот как бы другая винтовая работа получается, да? — То есть ты летишь там 3,5 сантиметра, вот он и я сейчас открою, всё, вот я уже сделал. Вот у меня ещё высоты здесь 3 метра. — Клеб. — И ты нашу спину. — Бам-бам. — Ты это сейчас всё описывал. На секунду 8. А у тебя прыжок меньше секунды, 100 метрового трамплина. — Или не меньше секунды? — 2. Ну, а нет. — Это трамплина на полторы. — Полторы секунды, да. Не меньше. Хотя полторы, да. Я сейчас пересчитал у себя в уме. 8, 9, 1,1, 1,2. Ну, нет, больше секунды. — Нет, я тебя уверяю, меня многие поддержат, да все, да. — Да, понятно. — Такое бывает. — И всё это за секунды в голове. — Я понимаю, что там мысли по-другому совершенно работают. В этот промежуток, в этот период максимального напряжения время течёт по-другому. Так, ну что, Николай Чебыкин. И вот теперь у нас следующая кульминация. У нас их несколько в каждом раунде, потому что один за другим. Никита Шлейхер, Евгений Кузнецов и кубинец Франка Белли Розали Стряна. Шлейхер. Коэффициент 3,5. Из передней стойки назад 3,5. Ух ты! Глеб, а тебе не кажется, что это... — Заявка. — Что это обратно на... — На первое место. — Ну, хотя нет, наверное, там... — С недоходом, ну, 7,5. — С недоходом, да. — Семь. — А там коэффициент был 3,8. — 3,5. — Здесь 3,5, а у Молчанова 3,8. Надо смотреть. — Ну, семёрки, Глеб. — Судит, кстати, достаточно жёстко так, ну, реально. На что прыгнул, то и получил. — Я не прав, да, потому что там было 19 баллов после предыдущего раунда преимущества. Кузнецов точно такой же прыжок. Какой же он лёгкий, да. Несмотря на годы, несмотря на бороду, несмотря на эти значимые для него татуировки с серьёзным философским смыслом. Всё-таки Кузнецов... Это чёткость, лёгкость, контроль, ощущение себя в воздухе. Ещё бы погасить бы максимально. Мне кажется, он на своей бороде полбассейна выносит. Так, тоже 7,7, есть 7,5. Триста пятьдесятая, одна десятая. Триста пятьдесятая, одна десятая. Это значит... Ну что, 11 баллов от Молчанова? Всё-таки Молчанов взял там, и коэффициентам сложности, и тем, что поборолся за этот прыжок, Кубинец. Нет, как обидно, да? Как обидно. — А он где-то рядом был. — Был рядом, был рядом, да. Но вот уже всё, он уже не рядом. Ну что сказать, опять же, на трёхметровом трамплине он выкрутил то, о чём мы с тобой, Андрея, уже не раз здесь отмечали. Кому-то подчеркнуть бы их лёгкость, да, Кубинскую, там, на скоке некоторых спортсменов. А кому-то самую воду всегда тяжело, но из ерунды делает конфетку. — Так, а вот ещё один кубинец, Кентано, Леон, у него, тут, да, у них прыжки, конечно, слабенькие остались, 3-0-3-1. — Не, ну, Кентано нет, сразу было понятно. — Да, Кентано нет, да. Хотя, ну, делает, да, но коэффициент 3-0. — Ну, стандартные прыжки, два с половиной здесь. — У тебя два парня из Кубы посильнее, конечно. Я говорю про... — Ну, вот про Розалец Триана. — И Кастаньеда. — Кастаньеда, да. А это юный эквадорец Дерек Фернадос. Ну, как-то мало про него говорили, выглядит совсем, совсем-совсем молоденьким. Ну, мне 15 лет. С передней стойки назад. Такой детский прыжок, пока, по всему просто. Ну, и коэффициент 2,8, да. Всё-таки мысочки должны быть натянуты. В общем, ладно, я тут не буду перечислять все те требования, которые нужны для классного прыжка. Ну, это Эквадор, другая страна. Не самая ведущая страна в мире прыжков в воду, как и Сербия. Тем значимее результаты этих ребят. Ох! Они же... То есть, на самом деле, здесь ещё, знаете, что происходит, дорогие друзья? Вот эти все молодые спортсмены из Эквадора, Венесуэлы, Сербии, они же здесь на Кузнецова смотрят, как футболисты смотрят на Лионеля Месси на чемпионате мира. И, конечно, то, что они видят здесь, как ведущие спортсмены мира тренируются, как они выходят на занавание, они набирают с того опыта, который просто не могут получить нигде в своих странах. Ну что, Глеб Рябов и Григорий Иванов. Два заключительных спортсмена. Но всё равно после этого они вернутся в свою страну. Им там можно будет кадровым, нужна база тренировочная, у которых определённый подход, чтобы достичь хотя бы... Ну, про уровень Евгения Кузнецова не говорим. Хотя бы уровень Глеба Рябова? Ну, даже так. Да. Ну, это вопрос я об Эквадоре касаемый, конечно. Куба в прыжках в воду всегда славилась сильными прыгунами. Вспомним и Хосе Геру, замечательного прыгуна с 10-метровой вышки, если ты помнишь. Должен помнить. Ну, так. Был, был. То есть картинка. Да. Можешь набрать пока вот. Да, фотографию. Сейчас давай Грише Иванову внимательно посмотрим. Три с половиной оборота назад из передней стойки. Тоже 307С, коэффициент 3,5. Чуть-чуть, да, не почувствовал в момент раскрытия. Неправильно, точнее, его почувствовал. Поздновато. И Иванов 320, 75. Он пятый. Так, и вот сейчас, конечно, интересно у нас с вами будет таблица. Итак. Итак. Молчанов. 11 баллов за ним Кузнецов. Затем 17 баллов Шлейхер. А у нас Кастанеда выбрался на четвертую позицию. Иванов пятый. Черепахин-Белевцев. В общем, интересная борьба сейчас. Из-за первой, второй, третьей мест. 10 баллов, в принципе, при наличии ошибки у кого-то из лидеров, да? И эти 10 баллов, они отыгрываются. А тем более, что сейчас у нас... Давай посмотрим, кто что прыгает в последнем раунде. Нам как раз Владслав Качанов и Горжи Равлёв дают эту возможность. Илья Молчанов. У него как раз будет тот прыжок, который сейчас многие исполняли 307С. То есть это из передней стойки назад 3,5 в группировке. И многие на нём уже наошибались. Сейчас мы чуть-чуть отрываемся от перечисления элементов. Ну, точнее так, давайте. У Кузнецова 4,5. У Шлейхера 3 винта. Коэффициент 3,8 у Кузнецова, 3,9 у Шлейхера. А сейчас как раз кубинец Кастанеда. У него коэффициент 3,0, 2,5 с одним винтом. Ох, ох, ох. Кастанеда. Вот у нас вот не получилось. С верхних рук. Да. Проскочил. Так руки оставил наверху. Обидно. Обидно. Шестой раунд. Последний, заключительный. И, к сожалению... 377,2. Что-то тут захромал. Да. Может быть, как-то так неудачно наскочил. Геннадий Вагин. И нам еще нужно отметить Григория Иванова. У него в последней попытке как раз из передней стойки 4,5 оборотов вперед группировки. Коэффициент 3,8. Ну, то есть получается вот у Иванова и у Кузнецова 109,4,5 оборота. Это у Шлейхера 2,5 с тремя винтами. Суперсложный прыжок. Коэффициент 3,9. Большой риск. И Молчанов тоже 109. 307, да, я же говорил. 3,5 коэффициента. Он коэффициента проигрывает в этой борьбе. Белевцев. Ох, какой прыжок. Винтовая. Красиво. Самое лучшее, наверное, исполнение. 3,5 винта. 3,5 винта. Но только полтора сальто. А вот Шлейхер будет делать 3 винта и 2,5. Ну, вот это завораживает больше, конечно. Оно смотрится на картинке и вживую. Вот этот долгий полет солдатика, да, и пошел крутиться вокруг своей оси. Да, действительно, есть вот эта фаза полета. Много кому вот из друзей, кто не из прыжков в воду, у меня всегда кто смотрит, говорит, какой класс больше... Ну, я спрашиваю, отвечают винты, когда вокруг крутятся. А потому что еще вот эта комбинаторика гладкого вращения с винтом, перехода, это все выглядит сложнее. Потому что для человека, не посвященного, да, и не имеющего дела сакробатика, не имевшего дела сакробатика, это кажется самым таким сложным, разнообразным. Вот. И еще, конечно, на вышке, я знаю, многих завораживает стойка на руках. Да. А как же там вообще встать можно? Просто. Элементарно. Иван Карпов. Завершил он свое сегодняшнее соревнование. Прыжок с перцентом 3-4. Два с половиной с двумя винтами. Разошлись ноги. Не дошел. Много претензий к себе. У пензенского спортсмена в этом прыжке. Ну вот он сейчас после шести раундов набирает даже меньше, чем у нас лидеры набрали. Александр, после пяти. Александр Черепахин. Ох ты! Четыре с половиной оборота вперед. Браво! Вот это да! Это уровень для 19-летнего парня. Четыре с половиной вперед. Молодец сегодня Александр. Дмитрий Доброскоп. Может он доволен быть сегодня. Роман Кобзев. Два с половиной вперед с одним винтом. Вот как сегодняшнее соревнование подытожить Роману Кобзеву? Да. На самом деле, мне кажется, это шаг в будущее. Исходя из той истории, про которую ты рассказывал, что травма, операция, восстановление. Недавно вернулся в бассейн. Шаг в будущее громко сказано. Ну, имеется в виду, вот тут постепенно, постепенно надо идти после, как бы, почти как, ну как, нельзя сказать, что вот так начать заново, потому что, извините меня, четыре с половиной заявить и попробовать сделать. Но это тоже надо иметь определенную наглость. Здесь надо много чего отказываться, много чего принимать от тренера. И работать. Перспективы и определенные данные есть, а дальше всего в руках. Вот и все. Игорь Лапин. Из передней стойки четыре с половиной оборота. У Черепахина получилось. Может быть, и у Лапина получится. Попадает в трамплин, но перекручивает. Перекручивает, не успевает вытянуться на входе. Вот смотрим, да. Хотя вот там, наверху, ну вот видно, что первые, как бы, два с половиной вращения достаточно быстрые, потом они начинают замедляться. Шесть, пять с половиной. То есть, сейчас он пятый. Ну что, Лайдель, Доминго, Сервантес. Коэффициент 3,4. Винтовой прыжок. Два винта с двумя с половиной. На хорошей ноте заканчивает Сервантес. Чуть-чуть упустил ноги на переход. Ну, что можно сказать по поводу кубинцев. Девчонка, да и ребята на трамплине, девушка на вышке. Ну, просто девушка с медалью, а эти без медали, но с некоторыми очень хорошими прыжками, да? Ну, надо отметить еще и то, что конкуренция, конечно, на вышке, она не такая, как у мужчины на трамплине. Здесь, во-первых, человек 27 у нас прыгал, во-вторых, ну, именно Шлейхер Кузнецов. Попробуй посоревнуйся. Ну, и там, ну, да, согласен, все-таки, девчонка показала уровень такой серьезный, 39 баллов. Да, она стабильно прыгала. Здесь ребята крепкие. Высота есть. Сила есть. Энергия есть. И лучше, конечно, надо поработать на стабильности. И, может быть, мы увидим их на более высоком уровне. Да, на чемпионатах мира. Ну, понятно, что мы можем их увидеть в предварилке. Вопрос, увидим ли мы их в полуфинале. Да, ну, в следующем году у нас отбор на Олимпийские игры начинается. По-моему, первый чекак мира, где первая лицензия будет разыграться. А, да, у нас же между летними играми не 4 года, а 3. Да, кажется, только вчера были летние, и уже следующие. Да, из-за ковида все перенеслось. Так, JRS заканчивает, эквадорец, свою сегодняшнюю программу. Наверное, лучшая попытка. Два с половиной назад с половинтом. Мне все равно нравится, когда смотришь за вот этими ребятами. Вот видны те стадии, которые наши спортсмены, ведущие спортсмены уже давно прошли. То есть, они как раз их еще проходят, потому что у них проблемы с техникой. Вот видно, какие бывают огрехи. То есть, мы-то думаем, что вот оно изначально так все вытянуто, да, отрыв идеальный. Вот он пошел, все сделал. Ну, мы там уже смотрим на мельчайшие нюансы. А оказывается, вот бывает, что и не нюансы, а грубые ошибки. Вот такие они бывают, как только что нам Рейс показал. А это у нас с вами Артем Макаров. Из Санкт-Петербурга. Сейчас, внимание на экран, дорогие друзья, внимание на экран. Илья Молчанов, лидер после пяти раундов, последний, шестой прыжок. Это борьба за золото. Из передней стойки назад. О! Ну что, все? Ну, это может быть и победа. Ты посмотри, как он выскочил из воды. Вот что надо повторять, как он обратно выскочил, как будто у него воздух полный легкий. А он там повернулся, да, сделал оборот под водой и выскочил радостно. Это заявка определенная. Но надо учитывать, что у Кузнецова четыре исполненные обороты вперед. Там коэффициент другой. И я бы сейчас уже первое место не отдавал, потому что 10 баллов. 10 баллов, да. 95 баллов. Кузнецов может набрать. 446. Ну, смотрим, ждем. Ну, ты помнишь, какая коронка эта. Кузнецова, Захарова, 45. Ждем. То есть здесь не все еще. Не все, да. Мануэль Голсалес. Аргентина. Но, возвращаясь к Лею Молчанова, на скидку такое первое выступление, где он, в принципе, не допустил ни одной помарки. Я, Молчанов, такой спортсмен, 97-го года рождения, 25 лет, в сборной с 2015-го года. Да, очень хороший сегодня он показал уровень. Ого! Щебыкин. Вот таким вот провалом он заканчивает свой сегодняшний турнир. На 3 балла, а вот сейчас смотрим. Так, Никита Шлейхер. Никита Шлейхер подотстал, был лидером. Ну, 3 раунда он у нас держался в лидерах. Сейчас 3-й. Ох, не... Винты, 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 нет. Все. Здесь наскок, когда не получается, уже... У него плечи еще сзади в наскоке. Самый сложный прыжок. 2,5 с 3 винтами. То есть ему вращаться надо вперед, а у него наскоке плечи сзади. Плюс он не попадает еще в трамплин. Пока ты эти плечи выведешь, создашь себе вращение переднее, он много лишних движений делает здесь. Ненужных. Ну, это что значит? Это значит, что у нас сейчас третье место вакантно для Григория Иванова. Возможно. Но это борьба за золото Кузнецов. Четыре с половиной ворота вперед. Вот это да! Ох ты! Ну, 95, наверное, нет. Коэффициент 3,8. Где-то 8, ну, 8, восьмерка. А смотри, там на самый краешек. Это как раз то, что нужно для передних прыжков. Выиграл или нет? Максимально использовать вот этот вот ручак трамплина, выбрасывающий силу трамплина. 95 надо было набрать. Ну что? Он что, знает уже? И показывает нам Юлию Тимошинину, которая радуется за Евгения Кузнецова. Это неспроста. 96,90. Вот так вот. Ого-го! И он первый. 447 баллов. Десятые, по-моему, решили. Там было 446 с чем-то, да? 447 баллов. Вот это красота. Это украшение нашего турнира. Сто процентов. Ай-яй-яй, какой недоскок сильный. Какой сильный недоскок. Что он сделал? Зачем? Коняку какую-то. Куда он? Куда-то назад. Кто-то его тянул за плоткой. Прямо вот реально, да. Как будто там резинка такая невидимая. Давай обратно. А ведь тоже был там, был четвертым-пятым у нас Розалис Триана. Но вот они обнимаются с тренером. Восьмое место. Ну то есть он у нас в десятке, что ли, да, получается, наверное. Хасаев Радыкинтана Леон. Тоже на 20 лет не выглядит. Такое ощущение, что гораздо старше. Это не четыре с половиной, это три с половиной вперед и согнувшись. Четыре с половиной вперед и согнувшись, сделает только один человек в мире. Знаменитый китаец, король сложности. Да, Ямжан. Да, который показывал этот суперэлемент, ультра-си набирал 120 с чем-то. Но это с вышки. Да. А с трамплина? Да, с трамплина. Нет, я уже... Кто-то делал. Нет, нет, нет. Это поэт с вышки, да. Нет, с трамплина тоже делали. Четыре с половиной согнувшись? Ну, на тренировках. На тренировках Евгений Кузнецов делал с 10-метрового вышки. Четыре с половиной оборотов назад, на всякий случай. На озере Круговом. На спор. На озере Круговом на спор? Да, да, да. Просто. Не вышечник. Не вышечник, да. На что спорили? Я уже тогда закончил свою спортивную карьеру, но видео видел. Спокойно причем. Четыре с половиной назад. В центре там четыре и три. Что в этом духе? Такой талант на вышке пропал. Или, точнее, такой вот талант для вышки. Да нет, на самом деле мы понимаем, что талант Кузнецова всегда при нем. И вот эти вращения гладкие. У него суперскорость, конечно. И чувство в воздухе. Да. Бесстрашие. То есть, любой прыжок. А! Играючи. Сделаем. Ну, для вышки, конечно, нужны жесткие входы. Жестко погашенные. Но, Женя, с этим есть проблемы определенные. Поэтому с трамплина это прощается. С вышки категорически нет. Ну, и у нас совсем близка развязка, потому что Глеб Прябов и за ним Григорий Иванов. Кузнецов первый, Молчанов второй. А вот дальше вопрос. Ну, сейчас пока Глеб Прябов. У него винтовой прыжок. Два с половиной с двумя винтами. Сложно для него, для его возраста. Схочет. Ох, ну, молодец. Я думаю, тоже одна из первых его попыток на соревнованиях. 14 лет. Развернуло, да, на входе воды? Ну, он заряженный, видно, на этот прыжок. То есть для него он ждал его весь запрыг. Когда же он останет, вот он стоял уже, он прям при ней видно, что как бы его сделать. Ну, сделал, молодец. Ну, и Григорий Иванов. 4 с половиной вперед в группировке. То, что так блестяще сделал Кузнецов на первое место. Ну, Гриша, давай. Не доскочил. Ох, ну что. Как это он сделал? Мне казалось, что будет переход. Смотри, где раскрытие было. Вот, и вот ноги пошли. Но он тоже чуть не доскочил, как и Молчанов. Уперся до самого конца, вырулил. Чуть-чуть перешел. Он четвертый. Четвертый, да. 394,85. 394,85 у Григория Иванова. Покажите нам таблицу. Давайте отфиксируем. Ну, мы поздравляем эту красоту. Спасибо за эту красоту. Поздравляем эту красоту Юли Тимашинину, я имел в виду, конечно, когда сказал. Неспроста они рядом. Кто знает, тот знает. Кузнецов. Смотрите, пять соток, пять соток. Черепахин третий, а? 406,85 Иванов. Четвертый, Шлейхер пятый. Поздравляем Кастанеду. Он на седьмом месте. На девятом Розали Стряна. Поздравляем их. Они в десятке. А с вами ликовали Глеб Гальперин и Андрей Воронков. Любить прыжки в воду. Пока. До скорых встреч.